Сегодня мы будем, каждый участник сегодняшней встречи будет представлять себя в том лучшем виде и исполнять те свои произведения, которые считает он лучшими для себя. У нас будут звучать стихи и будут звучать песни на свои стихи или на стихи наших поэтов. Собираются поэты из Пересвета, из Сергиева Посада, но с другой стороны это коллектив-то один, потому что очень многие члены Лито-Виток, они посещают также и Лито-Свиток. И мы дружим всегда, и все мероприятия, мы к ним приезжаем, они к нам приезжают. Вот недавно они к нему презентовали, 19-го числа, и мы были Лито-Виток-Пересвета, третий выпуск у них, молодцы. У них коллектив небольшой, но дружный. У нас коллектив побольше, и они тоже вливаются в наш коллектив. Даже Виток, это как бы производная от свиток, без буквы «С». И Виток еще он как бы определяет название тем, что с космосом же связан Пересвет. Виток. Интересное будет мероприятие. Разные авторы, разные взгляды, разные жизненные позиции, разное творчество. Но тем не менее, именно это и объединяет нас, надеюсь, вместе с вами. Сам прочту, наверное, парочку стихотворений. Скорее всего, одно гражданское лирико, скорее всего, второе – любовное лирико, потому что были определены четыре вектора тематических. Это гражданское лирико, любовное лирико, природа и детская литература. Люди, находящиеся в зале, пришедшие, готовые к выступлению, об этом знают. Каждый определяется. Я определился таким образом. Здравствуйте, дорогие друзья. Я рада приветствовать вас всех в нашей библиотеке. Спасибо, что вы пришли сегодня сюда, несмотря на так резко вдруг изменившуюся погоду. Вы, наверное, помните, что я всегда, открывая поэтические вечера, говорю о том, как лично мне и сотрудникам библиотеки нравится, когда здесь собираются творческие люди, собираются люди, которые могут что-то сделать и своими руками, и своими мозгами. Это действительно так. А сегодня мне вдвойне приятно говорить о творчестве, о поэзии, потому что здесь собралось содружество двух литературных объединений. Нашего старейшего свитка и более молодого, но уже достаточно опытного витка. Да. И когда мы говорим о содружестве, это не только творческие связи, это вообще, наверное, дружеские связи. И как тут не вспомнить Александра Сергеевича Пушкина. Друзья мои, прекрасен наш союз. Вот этот союз людей, пишущих стихи, прозу, людей, которые владеют прекрасно словом, и это слово несут людям как свет, который нам совершенно необходим сейчас. Это вообще прекрасно. И действительно, союз людей, объединенных общими интересами, общими творческими интересами, какими-то человеческими интересами. Это прекрасно. И замечательно, что вы собираетесь в библиотеке имени Александра Самойловича Горловского. Я надеюсь, что сегодня прозвучит много интересных стихов и песен. И я думаю, что прозвучат и хорошо знакомые, и, может быть, какие-то новые мы узнаем. Но вообще, конечно, это всё замечательно. Я всегда рада вас видеть и говорю вам большое спасибо за то, что вы есть. Мы начинаем наш музыкально-поэтический вечер. Снежинок, тоненькое кружево, ложится на мою ладонь. Опять по-зимнему завьюжило, летит по небу белый конь. Он машет гривой над полянами, срывая с рыси на голоб. И хлопья снега, словно пьяные, летят в подтаявший сугроб. Он так резвится на прощание. Мол, дайте напеситься, слазь. А уж потом в края печальные на много месяцев пропасть. Ну что же, пусть ещё потешится, попляшет, как в печи огонь. Ему во след по небу вешнему. Уже бежит зелёный конь. Весенняя ночь, всё теплей и короче. В ней звуки другие, нежны и певучи. Вот слышится, лопнет зелёная почка. Во враге бормочет невидимый ключик. Люблю я часы в ожидании рассвета. Когда всё отчётливо, запахи, звуки. Когда пропоёт мне зарянка сонеты. И влага с черёмухи брызнет на руки. Люблю, когда медленно прячутся тени. И тают тихонько в сиреневой рябе. А солнце вначале, как связанный пленник, Пытается путы ночные ослабить. И вырвется солнце легко и внезапно. С апрельского неба туманности смоет. А сумрак неслышно отступит на запад. Всё дышит рассветом. Всё пахнет весной. Разливаю весну по бокалам. Пью чистейшую, нежную синь. Город мой, ты свои покрывала неуютные зимние скинь. Возвращается ласковый ветер, принося аромат медуниц. Вылетают из солнечной сети стаи лёгких невиданных птиц. Одеваться пора в голубое, размывая следы холодов. Зелень с яркой цветочной каймою. В розоватую дымку садов. В одуванчиков жёлтых платья. Голосов чистозвучную медь. Новый мир принимаю в объятия. От его ароматов пьянеть. Золотистые искры рассвета. В хрустале драгоценном блеснут. Я, читая апреля приметы, Разливаю бокалы весну. Оставьте меня средь берёз и осин. В лесной и ночной тишине. Шелести трав и цветений рябин. В местах, что грустят обо мне. Забуду про край, где родился и жил. Построй свой дом на простое. И вспомню о тех, кто когда-то любил Смотреть на вечерние зори. Из веточек ивы костёр разведу. Услышу, как в угли стреляют. Сколько я времени здесь проведу. Об этом деревья узнают. Как же хочется быть очень нежным И всю землю рукой обнимать. Но при этом лишь быть человечным. Слишком сложно и трудно дышать. Так не хочется чувствовать боли. И чтоб душу всё в раз разорвать. Хоть пилюли, придумали б, что ли. Чтобы не о чем было страдать. Улыбнись, и появится счастье. Помолись, всё пройдёт. Бог с тобой. Будь сильнее всегда лишь старайся. И почаще общайся со мной. Жизнь сложна, и мы всё понимаем. Мы проходим в нём каждый урок. Но ошибки порой повторяем. Сознавая свой каждый порог. Тяжело, но нельзя расслабляться. Пусть упал и не чувствуешь сил. Но нельзя нам с тобой сдаваться. И Господь нас об этом просил. Нужно жить, чтобы души светили. Каждый день, каждый миг, каждый час. Чтобы души всегда лишь парили. Две молитвы спасения для нас. Всё непросто всегда происходит. Грусть с тоскою мы победим. Расставание, развод. Всё проходит. Если снова ты кем-то любим. Я вышел в город. Вот дворец культуры. Прошёл проспект до самого конца. И мысль пришла. Я где-то в Сингапуре. Ни одного знакомого лица. А раньше выйдешь. С этим я учился. С другим в командировке вместе был. В ту женщину когда-то я влюбился. В итоге, как зовут её, забыл. Вернуть те времена не в нашей власти. Но мы летим вперёд, как на пожар. Сегодня не сказал ни разу за насти. И никому я в руку не пожал. Уходит вечность наше поколение. Но на развилках жизненных крутых. Оно не становилось на колени. И я горжусь, что я один из них. Я со стихами хотел завязать. Только не время, как видно. Так накипело, нет силы молчать. Не задержало, обидно. И кольцо выброшено. Я раньше думал, мы друзья навеки. Я думаю, что в стремлениях мы едины. Кто мог подумать, в 21 веке опять фашизм. И где? На Украине. Земля моя. Фашизма, берегись. Живёт он, к сожалению, поныне. Ведь миллионам поломали жизнь. Два лозунга. Изъехай и слава Украине. Перед человечеством вина. Велика их. Им позор, Вселенский. Будь прокляты на веки имена. Гитлер, Порошенко и Вселенский. Какая радость. За границу смылся. Не к ночи будь помянутым, Чубайс. Конечно, лучше, если удавился. Да чё себе, пусть живёт на нём у нас. Вот поляки собрались поход в Россию опять. Всегда они с соседями бодались. Как будто Польша – это пуп земли. На Русь они опять поход собрались. Неужели вновь Лжедмитрия нашли? Он нас бы с аппетитом слопал, Как десдемону зарушил. Пётр прорубил окно в Европу, А Байден вновь его закрыл. Закат. Вишнёвое вино и спит до капли. Тебе как будто всё равно, А мне вот вряд ли. Я часовой, фонарь ночной, Встречаю утро. А ты скамейка подо мной. Скучаешь, будто ко мне на свет Всю ночь летят красотки-феи. А ты уйти не можешь, Прочь в свидание веря. Вот подойдёт желанный друг, Вернётся снова. Но что изменится в судьбе? На что готово? Вот подойдёт печальный взгляд, Присядет, может, расскажет, В чём он виноват? И что тревожит? Промолвит тихо, не в попад, И удалится. Такой вот видится расклад, И нам не спится. Пронзились сосны Под небесь я гладь. Раздался вздох Разорванного неба, И строчки я опять пишу в тетрадь. Хоть мысль мне кажется Почти нелепа, Что небо прохудело, Сгрянет гром, И ливень вслед Обрушится вселенский. А тучи устремились На пролом, Прикрыв изъяны Словно занавеской, И вновь ликует Солнечный простор. Макушки сосен Ветерок качает. Закончен этот Несуразный вздор. Что дальше будет, То никто не знает. Я попозь вечеру. Я к спокойствию Вновь не причалил Говору и ответы шутник. Под внезапною Ноши печали Поднял я У пальто воротник. Глубже руки Я сунул в карманы, На глаза опустил козырек. Пробираясь к себе Сквозь туманы, Я насупился Словно зверек. Вот такая Далась мне дорожка. Это боль, А не просто нытье. Вот теперь, Оклемаясь немножко, И немедля Возьмусь за свое. Я спросил себя Радости скомков, Жду кого У чужих я дверей. С кем встречаюсь В тревожных потемках, Что ищу У цветных фонарей. Я ищу Возле них и бумажник, Понял я Без заумных речей, Что чужих я забот, Так и лажник. При отсутствии Мощных плечей. Вот такая Далась мне дорожка. Это боль, А не просто нытье. Вот теперь, Оклемаясь немножко, И немедля Возьмусь за свое. Но не жизнь, А сплошная болтанка. И однажды в девятом часу И я скажу, Разрешите, гражданка, Чемоданчик я ваш понесу. Я не вор, Я носильщик особый, Мне не нужно, От вас не рожна. Просто так, Для молвы твердолобой, Повседневная жертва нужна. Вот такая Далась мне дорожка. Это боль, А не просто нытье. Как-нибудь, Оклемаясь немножко, И немного Возьмусь за свое. Вот теперь, Оклемаясь немножко, И немедля Возьмусь за свое. Встаю до рассвета, И веришь не зря, Встречает меня Озорная заря. И ветер ласкается К прядям волос, Таинственно шепчет, О чем-то овес. И на лице, Словно не было сна, Лапку подаст, Молодая сосна, Иголочкой тонкой Царапнет носу. Я слушаю утро, Я слушаю утро, В Загорском лесу, Грибы собираю, Орехи грызу, С корзинкой домой Не иду, а ползу, А в поле пшеницу Поглажу рукой, И вижу я сам урожай, Так какой. И на лице, Словно не было сна, Лапку подаст, Молодая сосна, Иголочкой тонкой Царапнет носу. Я слушаю утро, Я слушаю утро, Я слушаю утро в Загорском лесу, А дома грибы И солю, и варю, И в песне о ней Невзначай я пою. Дупляночки, чернушечки, Сыроежечки, волнушечки, И на лице, Так и не было сна. Мне лапку давала, Молодая сосна, Иголочкой тонкой Щекотала в носу. Я слушал утро, Я слушал утро, Я слышал утро в Загорском лесу. Летели орлами вершины Алтая, В размахе снегами сияли крыла, Под небо летела тайга вековая, И кедры взрывали его купола, И сосны стонали, И эхо им вторя, Пугала порою оленьей в тадах, Что мчались по склонам на вольном просторе, Лавины пятнистые, не знаю куда. А где-то в туманной тиши перезвон, Ущельями горные реки текут, Средь елей, березок, пустальников, солны, Священную воду для жизни несут. Вот штабо спускается с гор подополю, Огромное солнце, подняв на рога, Красавец олень вдруг пристал предо мною, Бурлит и грохочет между нами река. Свободен, изящен, уверенно, твердо, На фоне заснеженных горных вершин Стоит перед таинством вечности Гордый, великой, таежной страны господин. АПЛОДИСМЕНТЫ Я не знаю, в какой стране, Как бездонно в озерах небо, И где же где, не припомнится мне, Так чаруют весенние вербы, Разноцветия и лета, поля, Неоглядная, ширь-то какая. О, Россия, родная моя, Вдохом каждой провинке святая, Да, от Бога святая земля, Звездный полок раскинет лишь вечер, По России, здесь, в России, березы горят, Словно в храме зажженной свечи. АПЛОДИСМЕНТЫ Тьма незаметно вытесняла свет, По закоулкам узким пробираясь, По пригородам там преград я нет, В мой светлый город из-под бы торгаясь. В кварталах все высоты захватит, Она все выше, выше поднималась, До полной тьмы немного оставалась, Вдруг грянул свет, затмение отпротив. Горели ярко, вспыхнув фонари, Их свет во все задворки прорывался, Из небытия мой город возвращался, Готовый с тьмой сражаться до зари. Да, город к битве с нею был готов, Аж до небес взметнулся он огнями, Да будет свет, да будет всюду с нами, Да пусть во тьме не пропадет никто.